Продолжение следует... 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 в тридцать девятом году не было марша не было совсем дурак я за это делал это самое дело мой отец воевал он кровь за это проливал ну мой дед тоже воевал и ты плюешь на своего деда зачем плюешь то есть исторические факты которые нельзя тридцать плечи голову хоть немножко погибло 30 миллионов людей ты на них сейчас плюешь плечи голову хоть немножко это же твои прадеды были ну вы видите я думаю в каком состоянии мемориал у нас по стране я не буду говорить что ты единый который тебе это совсем уже больно что ты здесь против россии уже совсем работаешь ты русский или кто тогда я хочу спорте тогда что ты русский я да ты русский нет это понятно кто-то тогда если ты выступаешь таким образом но я просто вы просто сами себе противоречите то есть я ничего не противоречит смотрите путин не льет грязь на погибших людей правильно ну в каком состоянии у нас мемориалы в стране вообще вы видели вот отъедете 20 кадров у нас что за все отвечает он может все приказать не он же продвигает это не путин ты-то не понимаешь обязанных путин ты жил бы сейчас это него обязанность уже не московской питерскому таком маленьком государстве а вся сибирь уже и юг и все тебе не принадлежала вообще вне она мне не принадлежит она тебе не принадлежит потому что мы проиграли войну и отдали олигархам власть олигархи командовать все владеют всеми нашими у нас нет даже крупных согласен согласен все это все назначали американцы они в первом году сидели по всей на нашем министерстве ведомства это я согласен это я согласен благодаря 15 статье конституции эту конституцию в этом году после расстрела парламента не каждый день раз и собственно парламента и мы приняли конституцию народ пошел вот так же потому что привык голосовать как и мы пошли пошли проголосовали и попали на куку под америку ну а там просто воспользовались народом а там 15 статье конституции приоритет международного права над нашим правом и путин ничего не может сделать у нас всего три лет велась и законодательные исполнительные судебные пути ни к одной из них не относится у него нет права президент это другое да совершенно президент эту должность американцы ты считаешь американцев дуракал они придумали таким образом чтобы это должность вот эта должность президента вообще не принадлежит на короче по пути не может изменить конституцию что нет а почему он на семь лет у власти я такс greet суд что они можно с стоять четко на заданже изменил ayran пятьer во зон с baz он сколько народ может изменить. А Путин не может идти против Конституции, он по Конституции гарант Конституции. А против него, если пойдет большая статья уголовная, до свидания, как он может пойти против Конституции? Ну, не знаю. Ну, он же как-то против народа пошел своего, например. Где он пошел? Против тебя он, что ли, пошел? Нет, ну, против меня, да, в том числе. А каким образом против народа? Нарушаемые Конституционные права, например. Какие он против народа? С помощью органов государственной власти. Чуть-чуть. Каждый день. Какие конкретно? Например, допускает произвол полиции. Произвол полиции? Нет произвола полиции. Полиция правильно... Ладно, смотрите, вы видео, допустим, митинга смотрели? Я бы, мало того, я бы вас гнал, блядь. Моя власть была, я бы вас гнал прям вот этой, блядь, вот. Кого? Кого? Вас-то? Молодежь, которая вышла 5-го числа. Вы не понимаете, что вас как баранов выводит. А кто 5-го числа? А кто выходил? А кто 5-го числа? Вас на улице как баранов выводит. Разводит. Пошли. А вы за баранов. Я все, не свиняю. Может быть, может быть. Я не могу вам спокойно. Включайте голос, молодежь. Изучите институт в 13-15 лет. Делаются точно так же технологии, как и в Украине, но в других странах. И точно так здесь хотели сделать. И хотят сделать. Я пожилой человек, мне 69 лет. А за деньги они... Простых вещей не понимают, да. Простых вещей не понимаете, 69 лет. Вы разберитесь, значит. То есть, вас не понравилось, что жить в нищете. А если не хочет, то ходи и разберем на руку, не знаю. Я просто считаю, что бить людей дубинками, это априори плохо. ОМОН! Кто был? Ну, смотрите. Я журналист, например. Смотрите. Был пожилой человек, такой же, вот как ваш коллега. Не, не сказки не рассказывай. Я знаю, как это все происходит. Ну, видео есть. Как просто дедушку берут и бьют. Да нет, он может заприковать. Ну, что вы сказки рассказываете? Ну, я-то его не фабрикую, я-то знаю это. Понимаете? Ну, что ты знаешь? Ну, я-то своими глазами видел. Мои глаза никто не сфабрикует. Как там у вас фабрикуют, я знаю. Да кто у вас-то? Я вообще не зависимый. Я не за Путина. Я не за Навального. Я не за кого. Нет. Я просто хочу, чтобы мои дети жили в нормальной стране. И все. А где? Ну, я-то видел. Я не буду сфабриковать. Только когда деньги направляются, можно неправильно. Я не буду сфабриковать. Я не буду сфабриковать. Если вы хотите собраться, вы можете конкретно эту услышать, что ты там видишь, приходи к нам, мы пообщаемся. А где, куда? Старопанский переулок, 5. А у вас организация какая-то тут? У нас просто мы встречаемся в этот поэтап. Ну, как клуб, типа. А. Ну, информацию об деле. Это напротив Фергобанка, если там, для уточнения. Ну, мне просто интересно, как бы, что за организация, и какие проблемы вы пытаетесь решить в стране, например? Мы разбираемся в Конституции всю. И что нужно сделать. У нас самая главная проблема сейчас в Конституции. Правильно? Надо изменить внешнюю проблему. Потому что самая главная проблема – это во внешнем управлении. Потому что она здесь. Давит. Давит на правительство. Габриэл Дебелла знаешь, если ты такой грамотный. Не очень. Он приходит, он придет, дает указание Центробанку, дает указание. Центробанк, кстати, не государственный, да, это плохо. И дает указание правительское. До свидания. А остальное все это может срабликовать многое вещи. Хорошо, да, я понял. Отбитый, говорит. Это дитя. Говорит, никто не бил людей на митинги.